ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Школа-школа! О, привет! Привет! Один цветы, Паш. Ну, вообще... Паш, это цветы по-двоему? Ты где их нарвал? Ты что, ты дурачок? В саду у нас недалеко. Паш, мы же деньги на цветы собирали, на пакет цветов. Ну, собирали и собирали. Я забыл, бываю. Я набрал цветов. Нормальные цветы, чай-то тебе не нравится. Может, на тебя вообще отложиться нельзя? Все, пошли. А что закрыто? Блин, Пашка, так жаль. Вот и все. Вот и время. Школа закончилась. Блин, помнишь, как мы постоянно задалбывали тетю, там, федней страдали. Вот это вот все. Блин, было же время. Атмосферно. Эх. Ну, все. Мне теперь даже хочется остаться в школе. Не хочу нигде обходить. Ну, куда ты сейчас будешь поступать? Вот ты уходишься в школу. Ну, куда ты поступаешь? На диван, на эксперта. Ты, блин, диван на эксперта. Ну, я не знаю, сейчас... Ну, вот стой. Ну, вот подожди. Наверное, на... Стой, если логически подумать. Ну, вот правда, мы сейчас все разойдемся. Мы что, больше никуда не встретимся все? Нет. А как же встреча выпускников потом? Ой, это мне все равно. Да ладно, ладно, встретимся через 10 лет. Вот я поступлю на какую-то модель. Наверное, на капитана военного флота. Ого. Эх, как же мы быстро взрослили. Эх, да. Привет, ну привет. Привет. Тем, а что ты тут стоишь? Дверь закрыта. В смысле закрыта? Да что? Ну, как мы теперь зайдем? Да ну что за глупость? Офигеть. Вот еще раз проверим. Заверяем. О, открылись. Нет, ты что? Нет, ты что? Ну ладно. Ну что, готова закрутить шплоу? Конечно готова. Я нет, я не готова. Я бы еще, наверное, получилось. Даже несмотря на то, что лето. Серьезно, это бы получилось? Блин, Паша. Делать тебе нечего. Как-то это черно не классно получается. Ну как это так? Мы что, в Антине Ивановне подали этот огрызок или что? Цветов? Какую огрызку я девчата темогрызку ему дарил? Ты офигела ли что? Это болевые цветы. Ты цветы обычные должен был у тебя цветов. Она любит болевые цветы. Не орит. Так если бы это был букет, который цветов, Паша, ты видел, что это такое? Отличный букет. Это букет. Это не три леска. Это целый букет. Паша, ты, может быть, с тетей он уже вообще не разыгнул? Сиди, си меня. Скрой. Да пошел ты. Мама обидится, если вы ей цветы не подарите. Даниле, я знаю, что Антина Ивановна обидится на нас. Но мы на каждые праздники дарили цветы. На каждые. Просто не важно, что это за день был. Паша, а я говорила, нужно было купить букет цветов. Может, этот вот маленький цветочек ничего не решит. Вот и что нам теперь делать? Надо что-то решать. Да что решать? Есть вариант у меня, например, сказать, что букет вернет дома, да? Потому что здесь жарко. Типа, если бы мы принесли букет сюда, он бы его завел. Хорошо, Паша, представь себе такую ситуацию. Валентина Ивановна заходит домой в ожидании цветов, смотрит, а цветов нету. И что мы тогда будем делать? Ну, выход у вас один. После школы быстро побежать купить цветы. Да понятно уже, куда деваться. Купим, если будут. Вот именно, Паша, если их не разберут. Чтоб ты понимал, за такие праздники нужно букеты заказывать за два дня. И что мы ей тогда подарим? Веник какой-то? Да что сразу веник? Будут цветы, они много привозят. Я знаю этот магазин. Как хотите ли, чтобы букет дома был? А то праздника никакого не будет, и мама обидится. Короче, Паш, ну правда, чтобы цветы были, потому что никакого праздника тогда не будет. Кстати, Паш, а где деньги? Да есть деньги у меня, по-любому. Дома деньги точно есть. Паша, признайся честно, ты деньги на игру потратил. В смысле на игру потратил? Паш, ты что вообще? Да, потратил на игру, говорю правду. Даниэль, зачем ты рассказываешь? Мы же на двоих разделили, я тебе тоже счет пополню. Дари, вот я купил шарик, это нормально. Капец, да вы оба придурки, почему из-за вас должна страдать я? Блин, теперь Валентине Ивановне я подарю хомку. Ну и правильно, дари своего хомку. Даниэль, на, тоже дуй шарик. Ладно, помогу тебе. Вот правильно, сидите и дуйте свои шары, а я буду писать. Выпуск нам. Дарина, она бы лучше написать. Слышишь, не улучшай. Ты вообще цветы даже не купил, блин. Дуй шарик лучше быстрее, а то сейчас Валентина Ивановна придет, а то ничего у нас не готово. Хорошо, что я еще не заканчиваю, на меня кричать не будет. Даниэль, аккуратненько, блин. Ты зачем их кидаешь, мало ли они сейчас лопнут. Да не лопнет, лови. Блин, так, мальчики, хватит кидать. Так, все, давайте быстрее, быстрее, дуно все, разочетно, а у нас еще ничего не готово. Давай, бегом. Да успеем, не кипишу, она, небось, в учительской чай пьет. Даниэль, на, дуй. Скорее бы уже пришло жарко. Короче, я вам не мешаю, вы мне не мешайте. Все. Готово! О, ну вот, слава богу! Скорее всего, нам скажут отнести эти шарики в актовый зал. Такая разница, куда их надо будет относить. Главное, что мы надули, ну, как мы, вы надули, я написала. Паша, у тебя вот уже грильник твой уже завял весь. Блин, капец. А я так старался, я так долго их искал, блин, по горам бегал. Вау, так долго, ровно пару секунд. Добрый день. Приятного дня. Ну что, готовы к выпускному? Да, ну как сказать. О, шарики надули, в актовый зал отнесем. Да-да, хорошо. Даринка. Школу покачиваем? Да ну, я не знаю, я как-то даже не готова, я не хочу уходить. Ну, ты же заявление уже, по-моему, написала, нет? Ну, так, заявление наше еще по сути не особо, там еще печати не поставили, по-моему. Ну, у тебя время еще есть, Пануль. В общем, что я хочу сказать. Странно, но почему-то табелей ваших нету, из нашего класса ни одного табеля не видела. Думаю, завуч поднесет, наверное, чуть позже. А сейчас, Даниэлька, хочу тебе сказать, что ты же, конечно же, остаешься в школе, в отличие от Паши и Дарину. Да я знаю, что я остаюсь. Хотел бы уже быстрее вырасти и закончить школу. А я рад наоборот, что наконец-то закончил эту школу. Ну, Паша, еще не ясно, что ждет тебя дальше, куда ты поступишь, где ты будешь учиться, так как я вижу, что ты до сих пор не решил, кем ты хочешь быть. Я уже решил, я буду капитаном дальнего плавания, чтобы от тебя подальше уплыть. Нет, Паш, ну ты нормальный, ну можно хотя бы один день, просто один день, да ладно день, ну хотя бы пару часиков побыть без скандалов, ну пожалуйста. Ну действительно, давайте сегодня не ругаться, сегодня уже праздник. Ой, Даниэль, да будет все хорошо, Паша просто нервничает, он прекрасно понимает, что он без меня не сможет. Кстати, я хотела вас спросить, вы купили ли цветы для директора и зауча, потому что они же для вас характеристики должны хорошие написать. А, Паша, вон Паша как раз должен был купить цветочки. Ну конечно я бы купил, самые дорогие цветы в этом районе. Так, это для директора, это, а чего она одна? Ладно, это для зауча, а это для тебя. Паша, ну вот честно сказать, чем дальше, тем хуже. Хорошо, что я подумала и купила цветы сама от вас им, и уже кстати подарила. Мама, я тебе куплю цветов сколько захочешь, смотри, вот я за заработанные деньги за то, что помогала тебе, вот я тебе купил конфеты. Я тоже заработанные деньги, вот купил конфеты, очень вкусные кстати. Только мне платили чуть поменьше, чем Даниэлю, поэтому я купил поменьше коробку. Секундочку, Валентина Ивановна, секундочку. Валентина Ивановна, ну, это конечно же конфеты для вас. Спасибо. И от всего сердца отрываю и дарю вам этого, моего любимого хомячка. Дарю я вам. Это вам. Валентина Ивановна, не, даже ничего не говорите, вы должны прять, вы будете на него смотреть, с ним спать и сюда спать меня. Блин, ну я не могу его принять. Ну вы должны принять, Валентина Ивановна, это мой любимый хомячок, я его вам дарю. Валентина Ивановна. Да капец, блин, из какого-то хомяка ноют обе. А мне жалко, и Дарина, и мама, и хомяка. Подождите. Завуч. Алло. Добрый день. Добрый день. Валентина Ивановна, это Завуч. Звоню вас огорчить. Все ученики из вашего класса остаются на следующий год. Сегодня на пессобрании это было речь. Как же так? Они же поступать собирались уже. Ну, из-за вашей неузбиваемости и проблем на уроках, предсовет принял такое решение. Я поняла, спасибо. В смысле это не переводит? То есть я еще один год буду видеть ваши лица? Да ё-моё! Ура! 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 Ура!